Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Видны все недочеты в работе служб. Решения об исправлении принимаются на месте. Глава города собрал подчиненных у входа в парк «Ореховая роща». Сегодня нет важнее вопроса, чем чистота на курорте. Многочисленные жалобы возникают не на пустом месте. Если мы каждый будем, хоть по чуть-чуть. Вот посмотрите, нас собралось 20 человек. Если мы каждые 20 объектов сегодня, мы сто их обойдем, но 20 прислушаются. Представьте, что будет через неделю, через месяц. Пойдемте. Ореховая роща чистая. После оборудования в парке автоматическая система полива газоны зеленые и свежие. Немного неухоженными выглядят цветники. Руководитель «Зеленстроя» принял поручение привести в порядок. Обход начался в 6 утра не случайно. Город просыпается, анапчане собираются на работу, отдыхающие на море. И надо успеть помыть и почистить Анапу до выхода большинства людей на улице. Вот что вы можете сказать, почему в таком состоянии? Как время полседьмого, люди вышли уже, понимаете? Вот о чем речь. Убрать-то можно и в 10 часов. Так если она переполнена, значит, надо кратность увеличить. Значит, два раза надо убирать, три раза надо убирать в день. За оплату давайте будем платить, в конце концов. Я же не говорю, что вы бесплатно должны это делать. Мне кажется, мы под дверами не делаем. 10, значит, 10. Но такого вида быть не должно. А напчанин Юрий Клопаков восстанавливает Сергея Сергеева вопросом. Почему коммунальщики, бывает, по два дня не вывозят мусор? Проблемный адрес – улица Терская. Ну, до этого у нас это было как? Она по благоустройству. В 8.15 машина стояла уже на улице. И это годами продолжалось? Конечно. И все было нормально, да? Как поменялось в Кистал-Сити? Может, двое суток. А когда? Ну, прямо сейчас мусор лежит. Не-не, поменялось когда? Ну, весной они поменялись. Ну, и к чему это делать? Меняйте назад. Меняйте людей. Я понимаю конкурсные процедуры. Но им не объяснишь, что это конкурс, что кто-то выиграл. Вы же платите, Тари, конечно. Ну, так вывозите. Ключевое слово. Платите? Да. Вывозите. Кроме обязанностей коммунальщиков и городских служб, существует обязательство предпринимателей. Договоры на вывоз ТБО – вот документ, который должен быть на каждом предприятии. Дворник Валентина Ивановна рассказывает, без конца несут мусор к контейнеру те, кто платить не хочет. Вы со скольки убирали? Мы с шести начинаем работать. А машина приходит? И до которого часа вы работаете? До десяти. До десяти, да? А чья… Потом у нас перерыв, и мы опять выходим. Чья зона ответственности убирать там? Увезли, допустим, контейнеры. Контейнеры. А вокруг кто будет убирать? Он убирал с утра. Ну, где, посмотрите. А это опять вы, вот при нас, он видите, ходит и несет по городу. Нет, он принес, он сейчас грохотал, бросил, а вот сбоку. А вокруг эта торговля принесла? Нет, ну какая разница? Ну так посадить… Я думаю, что в шесть утра забирают все. Посадите засаду, поймайте эту торговлю или мне сесть. Я знаю, кто тут. Ну так если знаете, давайте Роспотребнадзор, состыковывайтесь. У нас есть управление ЖКХ, привлекайте их к административной ответственности. У меня еще есть вопрос. Чей это туалет? Почему он открывается в 8 часов, кто мне может сказать? А то и в 9. Вот кто из присутствующих может сказать? Время без 27. Для кого он нужен? Значит, разберитесь, выясните кто, что. Сотрудникам администрации предстоит провести работу с предпринимателями. Большинство поручений главы касается санитарного состояния. Также сегодня начнутся ремонтные работы на остеле город Воинской славы. В нескольких местах отлетела плитка. И в продолжение темы. 1600 тонн мусора ежедневно вывозится в Обинск коммунальщиками Анапы. Такая цифра была озвучена сегодня на планерном совещании в администрации. Вопрос санитарной очистки территории курорта стал основным на планерке. На пике сезона объем ТБО, естественно, увеличивается. Но, несмотря на нагрузку, уборка улиц должна осуществляться своевременно, чтобы вызывать как можно меньше нареканий со стороны анапчан и гостей курорта. Все поступающие жалобы анализировать и принимать оперативные меры требует Сергей Сергеев. «Надо анализировать и, наверное, каждую неделю докладывать. Вот здесь, на аппаратах. Давайте решим. Не сложно количество и тематика. Не просто по линии ЖКХ, а вот уборка мусора. Что люди говорят грязь, грязь и грязь. Я знаю о чем. Я об этом говорил еще в марте-апреле. Потому что то количество людей, которое сегодня свет того, что мы можем принять, вот это они и дают нам вот этот отрицательный эффект с мусором, с твердыми методами отходами». Тема вывоза мусора так или иначе затрагивает другую проблему – неработающий полигон. Решение суда закрыть свалку больно ударило по анапчанам. Тарифы выросли вдвое. Сегодня городские власти пытаются отстоять мусороперерабатывающую станцию. Второй иск в суд направила все та же Новороссийская транспортная прокуратура. Коснувшись этой темы, Владимир Забураев напомнил, сколько сил ушло на ликвидацию последствий поджога полигона. Понадобилось 25 тысяч тонн грунта, 5 тысяч кубометров воды и еще 500 тонн воды сбросили с воздуха. В локализации очагов изгорания, ликвидации очагов тления было задействовано порядка 100 человек – личный состав Анапского пожарного гарнизона, службы спасения Анапы и свыше 40 единиц техники. Говорят, в разгар курортного сезона наш город пахнет спелым арбузом. Это аромат летнего моря. Пожар, возникший на свалке твердых бытовых отходов и сильное задымление, готовы были испортить это мирное представление о нашем городе. Благодаря четким и слаженным действиям пожарных Анапского пожарно-спасательного гарнизона, чрезвычайное происшествие было ликвидировано в сжатые сроки. 24 часа в буднях пожарной службы к этому сигналу тревоги готовы. Годы тренировки, экзамены, спортивная и физическая подготовки, занятия в учебных классах, за кадром – жизнь, наполненная риском. И каждый выезд – случай особый. Городская свалка горит не первый раз, но уже давно в городе забыли о мучительных задымлениях. Мусороперерабатывающий завод за годы работы создал условия безопасной эксплуатации предприятия. Сегодня уже точно известно, этот пожар оказался поджогом. Одновременно огонь вспыхнул в четырех местах. Ведется следствие. Прокуратура уже вынесла свой вердикт, а мы говорим об особенностях этого пожара, возникшего в условиях сильного ветра. Наш отряд всегда готов к любым пожарам. Все силы и средства всегда находятся в боевой готовности. Что касается свалки, у нас уже есть опыт тушения этого полигона, потому что пять лет назад буквально она уже у нас горела. Также тушили мы, привлекали и авиацию, и помощь других отрядов. Ну, в этот раз все было слышно, еще раз повторюсь, сильным ветром, и количество бытовых отходов уже на этот пожар было намного больше. И хочу еще сказать, что в чем сложность, глубина свалки до 30 метров, то есть 30 метров бытовых отходов. В этом сложность тушения, потому что когда прогорает уже до 10 метров, заливаем сверху водой, но она испаряется, не доходя до очага. Поэтому приходится все это разгребать, раскапывать, чтобы дойти до очага и его потушить. Работали мы круглосуточно, круглые сутки. Александр считает, что в профессию пришел случайно, хотя в выборе профессии у любого человека есть всегда определяющие факторы. У меня дедушка погиб именно на пожаре в доме, да. И вот я тогда первый раз увидел работу пожарных, как они все слажены, все это действовали. Его вытащили, спасли, но он был очень старенький, 86 лет. То есть он как бы не выдержал. И меня заинтересовала вот эта вот работа, как люди работали, самоотверженно. Более 20 лет работает в отряде Геннадий Клышников. Пожарный хорошо знает, каким должен быть коллега, работающий рядом с ним в непростых условиях. Ну, чтобы главное, человек был, не растерялся никогда, смелый и физически выносливый человек. Город высоко оценил четкую и мужественную работу пожарных. Глава города Сергей Сергеев завтра в торжественной обстановке вручит Анапским пожарным почетные грамоты. Высокий сезон на Кубани продолжается. За полтора летних месяцев в крае отдохнули 3 миллиона 700 тысяч туристов. Загруженность предприятий санаторно-курортного и туристского комплексов позволяет рассчитывать, что по итогам этого лета курорты региона примут около 7,5 миллионов человек. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, цитирую, гостиницы и санатории на Черноморском побережье сегодня загружены практически на 90%. На Азовском – более чем на 50%. Сентябрь тоже раскуплен практически полностью. Все это дает основания говорить нам о том, что высокий туристический сезон на Кубани не ограничится июлем-августом, а продолжится до октября. Конец цитаты. Всего за шесть месяцев текущего года курорты Кубани посетили почти 6,5 миллионов человек. По итогам первого полугодия на 37% вырос объем услуг крупных и средних предприятий санаторно-курортной и туристской отрасли. Начальник краевого центра госинспекции по маломерным судам, а также представители краевых властей побывали на Анапских пляжах. Упор делался на места массового купания детей. Они изучали обстановку по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева. Мероприятие внеплановое. Содействие оказывали городские службы и администрация. Этот квадроцикл курсирует по береговой полосе от Анапы до Витязева. На борту два спасательных жилета, которые могут удерживать на воде человека весом до 140 килограммов. Ласты, маска, инструменты для оказания первой помощи, а также необходимые материалы и медикаменты. Пакеты охлаждающие, бинты, вата. Это набор, если кому-то плохо станет. Анапское побережье – 73 километра. На оборудованных и допущенных к эксплуатации пляжах работают 640 матросов-спасателей. Их посты оснащены необходимым оборудованием. В городском управлении гражданской обороны и защиты населения говорят, что такое количество специалистов оправдано, так как в пиковые дни на пляжи приходят более 350 тысяч отдыхающих. Обеспечить их безопасность – ключевая задача. Организация отработана. Все, молодцы. Журнал, согласно графику, утвержденного директором Кондаков, матрос-спасатель Сунгуров Николай Анатольевич. И материальные части документации в порядке. В проверке принимает участие начальник краевого центра ГИМС, а также представитель Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Мероприятие внеплановое. Выбор места не случайен. Это начало Пионерского проспекта, постоянная прописка детских здравниц. Я считаю, что как и федеральная служба, так и муниципальная служба, они готовы к различным родам чрезвычайным ситуациям, показаниям помощи людей, которые могут оказаться в беде. И на данный момент я считаю, что город-курорт Анапа является одним из лучших мест по охране жизни людей на водных объектах. Над побережьем взвелись желтые флаги. Это означает, что можно купаться. В администрации говорят, что эффективность работы зависит от межведомственного взаимодействия, а также от того, насколько оперативно поступают предупреждения о негативных природных факторах. Сегодня информация приходит за полтора-два часа, но бывает, что и минут за сорок. Когда поступает информация о зарождающих смерчах, о быстро развивающихся погодных условиях, эта информация очень цена для того, чтобы ее как можно быстрее распространить на исполнителей, а исполнителями являются сотрудники спасательных постов, чтобы они эффективно и своевременно применяли свои умения. По мнению Сергея Семеркова, эту систему можно и нужно совершенствовать. Сотрудники МЧС приходят на помощь попавшим в беду не только на воде, но и в горах. Вчера в заповеднике Утриш мужчина застрял на крутом склоне. Турист самостоятельно позвонил спасателям, рассказал, что решил взобраться на гору, но не смог самостоятельно подняться или спуститься. Сотрудники МЧС эвакуировали туриста. Медицинская помощь ему не потребовалась. Мужчина оказался жителем Воронежа, сообщает пресс-служба администрации Анапы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин